Добрый день, уважаемые друзья-майнеры и ваши верные биткоину-майнерши. В этом году календарная весна совпала с криптовесной. Биткоин впервые за свою историю обновил очередной хай, не дожидаясь очередного халвинга. И это очень хороший знак. Да, мы все понимаем, почему это произошло. Комиссия по ценным бумагам США одобрила сразу для нескольких компаний ETF-фонды. Если раньше биткоин разгоняли маргиналы, мелкие банки, частные лица, то сейчас на рынок хлынул настоящий институциональный капитал. Это такие гиганты, инвестиционные фонды, как BlackRock, Grayscale. Это крупные пенсионные фонды. Это крупнейшие банки. Это фонды суверенных государств. В одной только Норвегии полтора триллиона. Все это, безусловно, скажется на стоимости биткоина. За два месяца после одобрения ETF с рынка смелить 450 тысяч биткоинов. Если учесть, что биткоинов всего 2 миллиона, вот так грубо, а на биржах обращается примерно 10%, 2 миллиона, то это четверть всех биткоинов. И это только самое начало. Надо также отметить, что ФРС США перешла в стадию понижения учетной ставки по доллару. И выходящие из доллара люди будут приобретать, в том числе, биткоины. Ну и самое главное. Самое главное нас ждет халвинг примерно в середине мая. А халвинг всегда запускал биткоин просто ракетой в космос. По прошлому опыту двух халвингов мы видим, что биткоин после этого растет примерно полтора года. То есть настоящий хай окончательный мы увидим примерно осенью 2025 года. Перефразируя Ильфа и Петрова, помните там, железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Так вот в нашем случае биткоин шагает по планете, выдавливая инфляционный доллар. Инфляция у биткоина сейчас менее 2%, а после халвинга будет менее 1%. Я думаю, будет потеряно больше кошельков, и в результате инфляция будет практически нулевая. Для тех, кто не в курсе, напомню про доллар. В 1944 году в Бриттон-Вудсе доллар был привязан к золоту в соотношении 35 долларов за одну тройскую унцию. Сегодня я не поленился, посмотрел на бирже. Золото стоит 2170 долларов за тройскую унцию. Я вот взял китайский калькулятор, поделил, и у меня получилось, что за 80 лет доллар санфлировал в 62 раза. И это нелинейная инфляция. Инфляция растет по экспоненте. Долг США уже приближается к 35 триллионам. Просто немыслимые цифры. Верим в биткоин, ждем очередного хая. Из хороших новостей спешу сообщить следующее. Многие крупные майнинговые компании стали переходить на иммерсию. Особенно креативят в США. Сразу несколько крупных компаний строят огромные иммерсионные майнинговые фермы. Лидером рынка является компания Riot, которая уже имеет мощность 100 мегаваттной иммерсии. И в этом году предполагает запустить еще 400 мегаватт. Они приобрели 66 тысяч ватсмайнеров с этой целью. Надо сказать, что и производители асиков переходят на иммерсионные модели. Кроме ватсмайнеров появились иммерсионные валоны. Ждем решения от Bitmain. Причина понятна. Иммерсия позволяет, во-первых, разогнать асик. Второе. Оборудование работает в комфортных условиях. Постоянно одна температура. Нет перепадов день-ночь, зима-лето, влажностный режим один и тот же. Нет вибрации, что тоже очень пагубно сказывается на электронике. И нет пыли, особенно мелкодисперсной, которая садится на платы и потом наводит всякие блуждающие токи. Ну и не нужно обслуживать асик, а принимать таблетки от головной боли после посещения фермы тоже не нужно. Можно обратиться к историческим параллелям. В начале прошлого века производители автомобилей изначально делали их на воздушном охлаждении. Но потом очень быстро все перешли на жидкостное. Сейчас даже мотоциклы в массе своей выпускаются с жидкостным охлаждением. То же самое было и в авиастроении. Ну и если брать экономический аспект, для воздушного охлаждения вам потребуется приточная вытяжная вентиляция, особенно в южных регионах. Это в отдельных случаях до 25% мощности вашей майнинговой фермы. Плюс мы снимаем вентиляторы. Это немного, но это тоже экономия. Вам достаточно иметь скважину. Вы берете воду с нижнего горизонта и в эту же скважину потом сбрасываете подогретую воду на верхний горизонт. Слои перемешиваться не будут. Земля будет работать как огромный холодильник. У вас потребление только на погружной насос и маленький насосик в ванне, там 350 ватт, который гоняет иммерсию по ванне. Сколько я не пытался считать, решение с иммерсионной ванной экономически более выгодное. Ну и возвращаясь к нашим баранам, то есть заявленной теме нашего сегодняшнего ролика, это новая линейка асиков С21 от Atminer. Хочу сказать, что асик добротный, я его разобрал, посмотрел, все качественно сделано, радиаторы хорошие, у нас у него большие виды. В базе он выдает 200 тарахэш. На сегодняшний день существует прошивка до 250, как с депфи, так и без. Дальше не тянет блок. Думаю, в ближайшее время ребята поработают над этим и 300 тарахэш будет не пределом для этого асика. Купленный нами асик, к сожалению, от рождения, ну от сборки, не отличался богатырским здоровьем. Вот когда он работает на 200 тарахэш, все ровно. Как только начинаем поднимать, один чип перегревается слегка. Поэтому мы дошли до 145, я решил дальше не гнать. Но это уж тут, ребята, как кому повезет. Если помните, Сократ говорил ученику, обязательно женись, попадется жена хорошая, будешь счастливым, попадется плохая, будешь философом. В нашем случае перекладываем на наш майнинг, попадутся асики хорошие, намайните много биткоинов, попадутся не очень хорошие, но погрузитесь в ремонт асиков и повысите свой технический уровень. Значит, по форм-фактору этот асик точности совпадает с S19. Поэтому тем, кто приобретал нашу ванну под S19, ничего переделывать не нужно. В ячейку он встает точно так же. Единственное его отличие – это хитро сделанный папа. На рынке продаются удлинители. Вы можете в стандартный кабель вставить удлинитель и подключить асик. В этом нет проблемы. В дальнейшем мы будем по желанию клиентов комплектовать либо одним, либо другим кабелем. Вообще все асики, которые выходят на рынок, мы покупаем из первых партий и тестируем в нашей ванне. И за все время нарекания были только к S17. Такие вот, по большому счету. Все остальные – Авалоны, кстати, Ватсмайнер, очень хорошо работают. И Анпайнкнеры тоже. За исключением вот этой серии. Но она вообще была неудачной с самого начала. На воздухе у людей отвалилось до 80% асиков. В Эмерсе этот процент был значительно ниже, но он тоже был. Процентов 15, наверное, отвалилось рано или поздно. Вот и наш. Он стоял с 2019 года. Уже вот 5 лет почти он проработал. И вот недавно окончательно сдох. Месяца 3 уже. Ну, мы его гоняли, конечно, по хаям и издевались, как могли. Также хочу отметить, что у нас появилась наша фирменная иммерсионная жидкость. Многие из вас помнят, в ковидное время были сложности с закупкой. В России эта жидкость не производится. Мы ее закупали либо в Европе, либо в Китае. Ну, сейчас, понятно, уже закупаем в Китае. Эту жидкость я тестировал, будучи студентом физико-технического факультета, еще в 1979 году. Тогда был заказ от МПО «Рубин». Они там подводные лодки делали. И мы подбирали жидкость для иммерсионного охлаждения. Тогда еще лампового оборудования. И ничего лучшего мы не нашли. Тогда в России еще существовал завод, который выпускал эту жидкость. Сейчас его нет. Далее. Мы ставим насосы «Гриумфос». У нас до сих пор большой склад. Теплообменники у нас европейские. Пластик, из которого сделана ванна, тоже высочайшего качества. Самого лучшего, который есть на рынке. Раскрой деталей. Идет на станках ЧПУ. Свариваем швы в заводских условиях. Это экструдированный шов. Вы можете тянуть на роботе, у вас порвется рядом, но только не шов. А уже потом ребята из Братских Республик дополнительно обваривают вручную. Из часто задаваемых вопросов. Не вымывается ли паста из-под радиаторов? У наших клиентов таких проблем нет. Допускаю, что у других производителей эта проблема существует. Я понимаю, почему. Ну, во-первых, неизвестно, что они туда льют. Второе. Никто из них не считает кидравлику. Казалось бы, простая вещь. Да, ванна, чтобы тут такого считать, тем не менее, масса тонкостей. Нужно посчитать гидравлику, нужно посчитать термодинамику. Надо учесть сопромат, чтобы ванну не раздуло. Ну, и вообще понимать немножко в этом деле. Большинство производителей изначально просто копировали наши ванны. Да, сейчас они там у них немножко отличаются, но в целом идея наша. То есть они взяли нашу идею и не только не платят нам ройлити. Даже спасибо от них я никогда не слышал. Если есть сомнения на этот счет, у нас на сайте висит наш патент. Он кликабелен. Вы можете с ним ознакомиться. Мы его получили в 2017 году. И в 2017 же году выложили первую промышленную иммерсионную ванну. Тогда это было 36 АСИКов С-19. Само слово «сочетание» иммерсионный майнинг появилось в инфополе российском благодаря вашему покорному услуге. Если кто-то хочет оспорить этот факт, предлагаю сделать следующее. Найдите на просторах YouTube более раннее видео с промышленной ванной, иммерсионной. И я вам под камеру с барабанной дробью вручу новенький, свежеотпечатанный, свеженамайненный биткоин. Так что пишите, ребята, письма. Желательно на 100 долларовых купюрах. А я вас благодарю за внимание. До встречи в эфире.